Все без чего, на свете жми, нельзя. Они ждут почти неделю с прошлого вторника, а теплоход снова опаздывает. Специалисты столичных клиник и заполомки в Балакове выбились из графика и прошли мимо нашего города. Волна здоровья накрыла Саратов на обратном пути. Добро пожаловать на гостеприимную саратовскую землю. Высокотехнологичная помощь, кроме всего прочего, это очень дорогостоящая помощь. Очень дорогостоящая. Вот в рамках Лиги здоровья, этой акции, которая проходит в Саратове, мы, конечно, пытаемся получить еще и бесплатную помощь для населения Саратовской области. Это дополнительная возможность. Мы ее используем. Для консультации у столичных медиков местные врачи отобрали 46 детей. Они пойдут первыми, остальные желающие в порядке живой очереди. В Саратов приехали специалисты из ведущих клиник кардиохирургического центра имени Бакулева, Федоровской микрохирургии глаза. Особо сложные пациенты получат сертификаты на бесплатное лечение в Москве. Виктория Ицкович привела 9-летнего сына на консультацию к оториноларингологу. Мама врач, поэтому у врачебных детей обычно все не так, как у других детей. Поэтому мы пришли за консультацией. У мальчика частые простуды и отит, воспаление среднего уха. С диагнозом столичные врачи согласились, а вот лечение посоветовали более серьезное. Визит московских специалистов, говорят участники акции «Волна здоровья», вовсе не означает, что местная медицина не на должном уровне. Тех города, которые мы прошли, это достаточно высокий уровень, прекрасные специалисты. Дети приходят подготовленные, обследованные, да, просто на консультацию вместе со специалистом, которому нужно либо подтвердить свое мнение, либо выслушать нашу точку зрения. Принять всех желающих московские специалисты не успели. В Саратове плавучий госпиталь остановился всего на два часа, вместо запланированных – трех с половиной. Анна Головчинская, Валерий Богословский, Новости, Телеобъектив.